Работа транспорта экспрессного сообщения, который в народе называют маршрутками и таксичками, в поле зрения областной госавтоинспекции попадает нередко. Особенно после того, как участились случаи аварий с участием маршруток и травматизма пассажиров во время перевозки. Чаще всего водители данной категории нарушают такие правила дорожного движения, как превышение скорости. Это нарушение занимает лидирующую позицию. На втором месте у нас, так сказать, непропуск пешеходов и велосипедистов. Ну и замыкая тройку лидеров в проезд на красный свет светофора. Помимо нарушений правил дорожного движения, брестские водители часто допускают перегруз, перевозят пассажиров без предоставления места. Водителю такое нарушение грозит штрафом, как минимум в одну базовую величину, а пассажиру травмами в случае экстренного торможения. Проблема не водителей, а проблема недостатка транспорта. Ну как? Мне домой к 9 приехать, а в 6 утра опять не работают. Ну это как-то вы. Все спешат домой. Все спешат домой. Ежедневно на городские линии выходят порядка 300 микроавтобусов. Экспрессным сообщением охвачены все микрорайоны Бреста. А расписание маршруток составлено с учетом пожеланий горожан, живущих в самых дальних точках областного центра. Вместе с тем, единого мнения и единой оценки работы Брестских маршруток у пассажиров нет. Сказал бы, вовремя приходят. Есть приложение маршруток, которое отслеживается. Сказал бы, неплохо, но хотелось бы, чтобы они были бы более, как сказать, поновее маршрутки. Ну а так, в общем, доволен. По мне, как неплохо. Ездить часто достаточно. Добраться тоже намного быстрее, чем автобусом. Поэтому неплохо. И с ребенком тоже намного удобнее. Сейчас часто пользуюсь, потому что по больницам мотаюсь, а ты пользуешься. Приходят нормальные. Токсички какие-то хорошие. Ведь транспорт отличный. Тем более у нас город. Я сам водитель вижу, как они ездят. Бывает, поворот не включат, повернет. И на красный привез. Мне это, как бы, людей везет, и везет, как дрова. Поэтому я и не пользуюсь. На автобусах, да, троллейбус, да, молодцы. К слову, водители маршрутных такси зачастую оправдывают те нарушения, которые совершают сами. Тот же перегруз или выезд с остановочного пункта. По городу, как бы, проблемы я не вижу, да, такого. А вот на пригороде люди утром на работу с работы. Вот тут я считаю, что если, допустим, один-два человека, я не считаю, что это, ну, против закона. Допустим, ну, как по правилам нельзя. Ну, я не считаю, что это нарушение, грубое нарушение по правилам пассажирских перевозок. Другие участники движения вынуждают это делать из-за того, что, скажем так, или слишком медленно двигаются в потоке, либо препятствуют, скажем так, выезду, там, из той же остановки, как нам, маршрутных такси. Или зажимают, например, демо специально, тем самым не пропускают. Вместе с тем, статистика дорожно-транспортных происшествий с участием транспорта экспрессного сообщения фиксирует рост числа аварий. За 9 месяцев текущего года на территории Брестской области было выявлено 3098 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта. Из них 2055 в Бресте. Также стоит отметить и водителей такси. Лишь около 200 нарушений пришлось на водителей маршрутного такси, а все остальные – городского такси. Ирина Альшова, Андрей Щербат, Молуговкин, телекомпания БУК-ТВ.